Скандинавская ходьба возглавила топ-секции, в которых теперь могут заниматься пенсионеры абсолютно бесплатно. Ее выбрали 53% голосующих на сайте Добродел. Второе место – уплавание. Всего таких кружков и спортивных секций в округе появилось 10. Это танцы, это йога, это занятия прикладными искусствами, это туризм, который стал очень популярен. К спортивным и творческим направлениям также добавили компьютерные курсы. Записаться на все занятия можно через комплексный центр социального обслуживания населения. Все, кто занимается по бесплатной программе активное долголетие, оформляют документы через КЦСОН. Написать заявление, предоставить свои документы, подтвердить свои категории, что они люди старшего возраста, что они хотят этим заниматься, выбирают определенный перечень занятий, их записывают в эти группы, которые договариваются, что выдаются либо какие-то талоны, либо выдаются какие-то направления, что в этот период они могут использовать, допустим, бассейн «Восток». С такого до такого времени они могут заниматься плаванием и так далее. Записаться на занятия никогда не поздно, отмечает Валерий Гущин. В каждом кружке или секции можно найти друзей и единомышленников. Уже сейчас только одной скандинавской ходьбой занимается более двух сотен жителей округа. Есть люди, которые занимаются активно вокалом. У нас там, допустим, шесть или восемь хоров, реально действующих, больших хоров. У нас, допустим, шесть танцевальных коллективов, тоже реально действующие коллективы, люди. Они записываются, так сказать. Задачи, которые поставили губернатору, что это не были только постоянные коллективы. Скажем, шесть коллективов, есть танцевальных, они танцуют из года в год. Губернатор ставит задачу, чтобы коллективы обновлялись, коллективы пополнялись, коллективы расширялись. То есть тем самым, чтобы, так сказать, все эти меры социальной поддержки, которые оплачиваются с бюджета Московской области, они могли помочь нашим пенсионерам максимально правильно себя сохранить. Полный перечень занятий и расписания доступны в специальном мобильном приложении. Его необходимо скачать на телефон через App Store или Play Market. Затем выбрать вкладку «Долголетие в Подмосковье», указать город, учреждение и желаемый вид занятий. Далее участнику будет предложено расписание на ближайший месяц с подробной информацией о месте и времени проведения занятий ответственном лице с указанием контактного телефона. Есть также возможность оставить заявку для уточнения деталей.